здравствуйте вы смотрите канал максимадзе и у нас снова рубрика моды на игру когда соседы которые присылают подписчики или просто гости канала сегодня мы смотрим на мод который называется когда соседа новые приключения поехали итак музыку в главном меню я выключил потому что я очень сомневаюсь что она без авторских прав здесь играет музыка короче говоря ссылочку на этот мод вы найдете в описании там правда exe файл который надо надо там скачиваешь exe файл устанавливающего правда антивирус может ругаться но не волнуйтесь там вирусов нет там устанавливается мод просто и все так вот главный меню играет мелодия которая в двухтысячных годах может быть даже и раньше был было просто у каждого второго на телефоне дико популярная мелодия была я не уверен если авторские права или нет рисковать наверное не буду если вы хотите то скачайте мод и сами проверьте возможно у некоторых будет ностальгии первые шаги я не в курсе что это за мелодии потому что я живу не в этих времен не в те времена жил у двухтысячах годах когда всякие короче мобилы вот такие у подростков всякие были медийные добавь даже вон были знать на телефонах такие мелодии стояли у них это вообще просто хайп был так первые шаги ну понятно тут ничего не изменено ну вот здесь музыки на самих уровнях ничего не музыка нормально короче здесь у нас семерочка хотя бампи вот этот решетка больше на пятерку похоже ну хотя тут не видно боевая классика да ночной уровень это уровень бас из консольной версии как я обожаю ночные уровни это либо семерка либо пятерка тоже не совсем видно вырубаем музыку сами скачайте и проверьте что за музыка потому что я очень не собираю не рисковать наверное пока не буду всяком случае пока монетизацию не подключу рисковать не будет если хотите то скачайте мод и сами проверьте у меня осталось всего лишь два моды на оба моды мы с вами сегодня и посмотрим хорошая раскраска еще один мод микс 2 называется где сосед гитарист был но этот мод на моем канале уже был так что может это обновление но всяком случае никаких новых уровней там не увидит gta3 да как я обожаю gta3 я обожаю все это но кроме двухмерных все остальные мне нравятся вообще все трехмерные но либерти сити stories она немножко скучно хотя тоже неплохая но третье мне нравится больше там от масс в третьей атмосферы такая очень ламповая мне нравится войсите там довольно солнечно так тоже выглядит неплохо достаточно ну и сюжет сан-андрес там вообще атмосфера шикарная ламповая супер-пупер вообще четвертая немножко темноватая такая сероватая но графика прикольная часть стала популярной благодаря элиористичной графики там сюжет тоже прикольный мне понравился короче говоря тут комнаты разные тут уже по-другому много чего сделано вот это вот тут не совсем видно что это за машина то ли волга то ли то ли жигуль ну сложно разглядеть на самом деле четвертая она у самой непопулярной наверное части всех трехмерных потому что чё то многим она не нравится из в основном наверное из-за однообразных миссий и сероватой атмосферы но мне все нравится да миссии однообразные конечно часто попадаются перестрелки одни но все равно мне нравится пятая наверное самая вообще топовая часть там атмосфера классная и сюжет и вообще все классно и онлайн есть в четвертой части тоже онлайн был когда-то но сейчас онлайн там недоступен онлайн закрыт онлайн там был он работал с платформы так это первый сезон уже пошел у нас тут каждый уровень изменен давайте посмотрим на каждый очень серьезно собака а нет она не двигается смотрите эта собака для нас не опасно волноваться не стоит она не двигается сам каждый день 5 играю с модами угораю в онлайне иногда и с друзьями играю короче говоря онлайн в четвертой части работал с платформы на который называется games for windows live эта платформа закрылась и мультиплеер стал недоступен но мультиплеер там был я в него не играл потому что когда я начал играть уже закрыто было но и к тому же я играл я же на пиратке играл с пиратки мультиплеер не будет же доступен сейчас он и так и так не будет доступен поэтому лицензионная версия пиратка вообще без разницы сейчас покупать наверно даже смысла нет но игра у но игра классный войси де stories она жалко ее нет он и пока даже на мобилах нет там там сюжет интерес я бы хотел поиграть не но на эмуляторе тормозит подтормаживает немного ну и к тому же на клавиатуре не очень удобно играть на джостики но на джостики я почти никогда в гта не играл и будет очень тяжело я привык на клавиатуре жива все играть есть те люди которым удобнее на джостики играть но я не из таких к сожалению так у телеэкрана а мы же когда сидим чул про гта-то разговариваем ну ладно пообсуждать наверное можно у вас такая тема здесь возникла на одном уровне блин тут смотрите как какие изменения но давай короче говоря я услышал в каком-то видео на ютубе упоминались гта на мобильниках на сенсорных ну на смартфонах вы понимаете о чем я говорю надеюсь хромакей не проглючит сейчас когда я смартфон показал с зеленой травой полянки я туалетную бумагу я туалетную бумагу забыл применить заговорился так вообще и сказал ну кто играет гта на мобилах ну кто играет гта на мобилах я вообще с этой фразой не согласен вообще нисколько не согласен я играю много кто вообще играет вон у меня я в школе когда учился классники играли даже девчонки завидовали честно говоря у меня нормального телефона тогда не было и я не мог себе позволить когда ну смартфон у меня был но он говерный когда старый еще был потом я купил уже но смог играть у меня четыре гиташки на нем стоят третья гта вайс-сити сан-андрес и liberty city stories только сан-андрес я прошел два раза причем прошел уже вайс-сити надо бы пройти третью был бы тоже неплохо ну и liberty city сан-андрес это единственный из этих четырех игр которые полностью проходил спрашивали меня кстати в комментариях будет ли прохождение готовой сиденья она будет столько вот я что-то никак не могу решиться когда прикольная игра надо бы продолжить наверно red dead redemption 2 закончим и приступим к вайс-сити вайс-сити она не такая уж и длинная кстати там тоже было сезона сезона 1 там серия 1 и так далее наверное я это убил потому что там с наверное сезона мы исключим из прохождения превьюшки придется поменять и название слишком короткая игра для того чтобы на сезон делить игра в два раза меньше может и даже больше чем в два раза меньше чем red dead redemption 2 сан-андрес в два раза меньше чем сан-андрес но игра классная я как я один я четвертую силу пытался записать один раз но и не очень получилось одну миссию с трудом прошел там была гонка на катерах но гонка на катере там назад введенное время надо было пройти и очень долго проходил но все таки прошел следующие задания там надо было стрелять с бандами перестреливаться и меня один раз убили и у соответственно пропало все оружие и чтобы и прежде чем начинать следующую миссию надо взять надо закупиться оружием иначе пройти миссию будет просто невозможно я забыл сделать о чем было типа там нету надо будет эту серию записать еще раз попробовать я так и не закончил снимать так сказать потому что не смог то задание пройти это ольга сыном да но выглядит довольно неплохо мод на самом деле мне даже мне даже нравится интерьер не так как это в и 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 Ааааааааааааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну давай, взрывай. Взрывай на... Так, открылся второй сезон, давайте дальше посмотрим, как изменились другие уровни. Интересно, они все изменились или какие-то нет? Нет, это ничего. Вот это стены, блин. Какие-то странные стены. Немного. Так, футбольный... футбол. Тут изменился только пол. Но выглядит неплохо все равно. Гостиная выглядит не очень, а кухня более... Банный день, как выглядит. Даже над иконками постарались, кстати, на уровнях. Три пятерочки. Так, здесь что? А тут нету изменений уже. Ладно, давайте посмотрим еще. Да, здесь тоже нету изменений. Ну, давайте посмотрим, на всякий случай. Следующий тоже. Ну, и в принципе, какая нам разница, что на следующем уровне. Там, наверное, ничего нет. А я и говорю, какая нам разница, что на этом уровне. Ничего тут нового нет. Ладно, в общем... А, это дом у Ольги был. А это дом соседа был. Да? Ну, ладно, ладно. Как бы нам оценить этот мод? Короче. В принципе, вот это как дом у Ольги сделан уже. Выглядит, на самом деле, неплохо. Мне даже понравилось. Окружение неплохое. Я плюсик поставлю. Мне понравилось. Ладно. Переходим к следующему моду. Ну, а следующий мод называется... Какой-то там хардкор. Я название забыл уже. Кстати, вот кто-то, наверное, скажет сейчас... Кто-то мог бы сейчас в комментариях написать. Чувак, там же в третьем сезоне в прошлом моде было написано бета 1. 1.1. А там... А там что-то наверняка есть. Я только что посмотрел в файлах игры. Можно даже не пытаться там что-то посмотреть. Ибо никаких изменений там тоже нет. Как во втором сезоне. Это я не проходил. Это из-за других... Из-за того, что другие моды были. Тут сохраненки остались. Первые шаги. Посмотрим, давайте. Звуки идут из-за хардкора, который перезапуск. Извините. Ой. Да, аллергия так и не проходит еще. Что-то тот уровень, кроме звуков, ничем вообще больше не изменился. Ну, я так понимаю, этот тоже. А этот? Ну, давайте посмотрим все равно. Мало ли что. Да-да-да-да, здесь тоже ничего не изменилось. Ну, давайте к первому сезону пойдем. А, вот тут изменилось. А, вот тут изменилось. Я уже думал, нифига не изменится. Ограничение по времени... В смысле? То есть, оно по-прежнему действует? Оно же выключено вроде было. Или, или, или наоборот. Не знаю. Автор сказал, что музыка без авторских прав. Ну, надеюсь, что это так и есть. Времени очень мало. Какая реакция будет? Давайте посмотрим, можно время отключить? Да, можно. Давайте посмотрим. Да, не только я чихаю там, оказывается. Время выключить, чтобы можно было вообще уровень как-то пройти по-быстренькому. Ванна полностью наполненная кровью. Интересно, что это означает? Сколько сосед убил человек? Да, мерзкие звуки. Да, мерзкие звуки. Нифига себе, как бежит. Нифига себе, как бежит. и да вот здесь картинка из поставка тактии подсоса меняла и продакшн проекту праму когда ссидах корр ну ка что будет если попасть в свет на глаза а да и никаких новых анимации здесь нет ну пофигу водя по-быстрому это пройдем чтобы посмотреть на другие уровни тормоза от века бытов кстати прислал нам его большое спасибо ему за это ключ валяется что здесь не знаю насколько длинный этот выпуск будет чем длиннее тем он больше обрабатываться будет ну и ладно наверное надеюсь сильно долго не будет мы также должны пройти три уровня в первом сезоне чтобы открыть второй вот это мы посмотрим на другие уровни и посмотрим если там в 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 и в в в в в не заметил что звуки и дверей другие прикольный субтитры в сфере в сфере что то они по моему даже напоминают это знаком Ну или мне так кажется. Прикольно сделали что без света. Но это из как-то соседых хардкор перезапуск, по-моему, взято. Что нет света. Реально классно выглядит. Так, давайте яблочный пирог пройдем. Статуи. Чувак убитый. Ну, делай быстрее. Ты умрешь, мотал. Да. Бумагу я не успею сделать. К сожалению. Стой. Паутина даже есть. Ты умрешь, мотал. Это твой последний? По идее отсюда должен идти свет в эту комнату, но почему-то его нет. От этого умода голова аж болит. Настолько дикий. От этого умода голова аж болит. Ух. 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 Играет музыка. Айк. Ух. 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 так давайте посмотрим на другие уровни тоже здесь выглядит с вот так выглядит почему так ну тут ночное хотя день и ванны темно это маккнуто уже дневной а здесь как здесь что тут ночь наверно будет да и угадал тут будет ночь пути якобы шкаф закрытый спорим чё здесь так тут ночь и выглядит довольно неплохо у него шипы тут давно ничего серьезно что так и здесь что каждый уровень посмотрим но крик кроме третьих силу а тут вообще ничего нет ну вот дайте ка угадаю в следующем уровне тоже ничего нового не будет давайте все равно посмотрим да я так и думал а здесь ну и здесь наверно тоже ничего не будет да я угадал наверно в третьем сезоне тоже изменений нет ладно в общем как бы нам оценить этот мод но мод на самом-то деле так себе плюс минус просто плюс и минус ну ладно на этом мы закончим с вами моды у нас закончились пока присылайте их еще обязательно я обязательно их покажу ну а на этом все с вас лайкосы и подписосы с меня печные видолсы подписывайтесь также на стримовский канал чтобы не пропустить прямые эфиры также вступайте в группу вконтакте и всем пока пока пока